Приветствую, друзья! Вебинар «Как помолодеть с помощью метода ключа, управляя своим стрессом» будет через неделю, 22 числа, 20 часов по московскому времени. Ещё объявление будет конкретное, будет. Но самое главное сейчас. Видите, картина называется «Наслаждение шампанским», потому что на вебинаре я покажу приёмы и контроль, естественно, как измерять своё состояние. Я покажу приёмы, как вместо шампанских, мучных изделий и сладостей включать у себя природный такой естественный эндорфин. Да, и получать такое же наслаждение. И сохранять творческое долголетие. Очень важно, зачем быть просто молодым, если ничего полезного не делать. Конечно, нужно быть творческим в долголетии, чтобы не быть обузой никому, ни своим детям, ни своим друзьям, а создавать всё время полезное, чтобы в вас нуждались, чтобы чувствовали такую всенародную любовь. И получали массу комплиментов. Да-да-да, эндорфины являются очень полезным гормоном. Это целая группа эндорфиноподобных веществ, которые омолаживают организм, сохраняют свежесть кожи, делают глаза такими ясными, лучистыми, настроение хорошим. Но это вообще чудесная штука. Оздоравливает, повышает иммунитет, открывает творческие качества и возможности. Не даром раньше было 50 грамм для храбрости и у художников, и у артистов. Да, и была ещё и бутылка для того, чтобы перезагрузиться, чтобы обновиться и так далее. Но это было всё зависимости, и это вредно. А вот внутренние гормоны, когда мы включаем, повышается средство устойчивости. Это очень интересно и полезно. Я ещё к чему это рассказываю, потому что необычную эту картину я нарисовал за два часа. Да, вот видите, большой холост, взял краски, за два часа написал. Почему? Потому что я снял у себя все стереотипы. Снял все шаблоны мышления. Я сегодня освободил сознание для творчества, чтобы сделать необыкновенную, неповторимую, непохожую ни на что вещь. Потому что если наука – это повторяемость, то искусство – это неповторимость. И каждый человек, который делает что-то в искусстве, имеет своё авторское лицо. Это интересно, это очень интересно, когда вы неповторимы, когда вы неподражаемы, когда вы такие обаятельные, когда вы такие молодые, когда вы можете себя поддерживать, эту молодость. Самое главное – драг молодости и обаяние. И у вас включаются резервы, включаются силы. Это внутренняя защита. Всем покажу. Ещё одно хочу сказать. Тут очень наша школа продвигается во всём мире. Очень много людей из разных стран пишут. Ну, постоянно пишут. Я постоянно смотрю. А как избавиться от головной боли? Ну, даже неизвестно, кто это пишет, сколько лет человеку. Мы не клиника. Я только обучаю и мои друзья, и школа «Человек будущего», «Homo futurus», и мои достойные ученики-специалисты. Мы только обучаем тому, чтобы человек мог управлять своим состоянием, находить в себе состояние гармонии с собой и с миром. Чтобы был мир на планете, чтобы было поменьше агрессии, поменьше войн, кризисов, поменьше потребностей в лекарствах. Ну, да, естественно, если человек пользуется ключом, а я даю каждый раз и на этом вебинаре там самые современные приёмы, и со мной будут там участники, мои достойные ученики участвовать, привет всем. Да, и тогда вот вы увидите результаты, которые, как говорят, как говорится иногда, не замедлят себя ждать. Да, это будет очень интересно. И так будем молодеть и избавляться от недугов и недостатков. Потому что здоровье, по моему определению, это не отсутствие недугов и недостатков, а развиваемая способность справляться с ними. Развиваться, развиваться, развивать своё сознание, освобождаться от шаблонов, страхов, комплексов, стереотипов. Находить себе своё собственное «я», своё предназначение. Обо всём мы об этом тоже будем говорить на вебинаре. Ну, до следующего ролика, друзья. До следующего ролика. А когда пишите мне в WhatsApp, как помочь ребёнку, как помочь соседу, как избавиться, например, от алкоголизма. Ну, вот так вот, просто так ответить, сразу не зная, кто это, что это, невозможно. Поэтому у нас на канале есть бесплатный ликбез. Набирайте ролики, где есть слово «ликбез», посмотрите его. И вдруг оказывается, ах, я даже не понимала, оказывается, надо просто было найти своё состояние. А я думала, что это волна, например, ваше, или ещё ключевое дыхание минутное, или другие приёмы раскрепощения. Это и есть весь метод. Нет, конечно, это не весь метод. Но волна, я вам скажу, уникальный приём, которого в мире пока не было. Потому что вы просто покачиваетесь, хотите сидя, хотите стоя, хотите лёжа. Делаете потягушеньки, мечтая в этот момент о желаемом изменении образа будущего. И у вас, оказывается, происходит переключение доминанты. То есть, когда вы делаете потягушеньки, и в этот момент представите, что теперь всё будет вот так, у вас так потом остановится. Потому что тот, кто управляет доминантой, управляет своей судьбой. Это ещё говорил великий Ухтумский. До встречи, друзья!